Светлана Нургалеева в очередной раз приезжает к своему племяннику, но дальше двери детского дома ее не пускают. Женщина не видела Максима уже несколько месяцев, хотя у нее есть официальное разрешение за дело опеки на встречу с ним. Открывайте двери! На стук и просьбы впустить к женщине вышел лишь охранник. Я не знаю, говорят в больнице. Вот идут где-то с интерната. Но и сотрудницы интерната, где учится Максим Боков, на вопросы журналистов не отвечали. Тем временем знакомые мальчика не понимают причины его госпитализации. Семиклассник, по их словам, был спокойным, общительным. Конфликты с учителями были редкостью. Я попросила адрес. Максим не лежит. Нужно проситься ему купить и узнать, как у него дела. Они сказали, адрес. Ну-то не дадут они нам. Ну кому надо. Они знают. Если он находится в психиатрической больнице, любой родственник имеет право его посещать. Так же, как и другой больнице. В чем причина? Мы не понимаем. Больнице отправили. Да мы его не отправляли. Отправляли? Нет. Да. В феврале за возвращение Максима в школу боролся весь родительский комитет. Тогда на его защиту встали даже некоторые учителя. Они переживали, что мальчик может замкнуться в себе. Ведь он глухонемой. А сурдопереводчиков в психдиспансере нет. Он только высунул голову. И мы вот одну секунду виделись. И он мне написал записку о том, что вот он любит, ждет и значит вот просит, чтобы ему принесли покушать. Руководство детского дома сейчас на связь с журналистами не выходит. Тем временем представители общества глухих родственники мальчика написали заявление в прокуратуру. А также ряд жалоб в аппарату полномоченного по правам ребенка. Александра Волкова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.